Выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудей, родившийся в Тарсе, Киликийском, воспитанный в этом городе у нога молила, тщательно наставленный по отеческому закону, ревнитель по Боге, как и вы все ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и придавая в темницу мужчин и женщин. Как засвидетельствует обо мне первосвященник, что все старейшины, от которых и письма взяв братьям, я шел в Дамаск, чтобы на тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда я же был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осеял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Ананье, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подойдя сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бога Отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми в том, что ты видел и слышал». Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его. И он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не приму твоего свидетельства обо мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его из трех одежды, побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам». До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бищевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бищевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвинять его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи и братья, я всей доброй совестью служил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня!» Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божьего поносишь!» Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь!» Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за отчаяние воскресения мертвых меня судят!» Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу!» Но так как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сговорились, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока, сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам. Как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем, мы же, прежде нежели он приблизиться, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, «Иудеи договорились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее следовать делу о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов, пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания Клавдии Лисии, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. «Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. И я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняют его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою, «Будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в антипатриду. А на другой день, предоставив конным, идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию, отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Павел, правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей выродовой притории.